Здравствуйте, это Игорь Клондайк. И тут даже самая простая птичка имеет много вариантов. Давайте рассмотрим гусь. Гусь у нас бывает простой. Гусь бывает племенной. И есть два варианта. Еще купить инкубатор простой и золотой инкубатор. В простом инкубаторе мы можем делать еще инкубаторского гуся. А вот в золотом у нас еще идет племенной гусь инкубаторский. Разница между гусями во многом, ну скажем так, в два раза. В цене, конечно, не в два, а так в более. Обратите внимание, простой гусь и инкубаторский гусь, цена так, ай-яй-яй. Но, когда вы получаете статую из простого гуся, вы получаете 300 перьев в подарок, которые вам приходятся на подушке. С инкубаторским уже все по-другому. 600 перьев, чтобы вырастить в 100 штук простых гусей, вам надо 400 червячков. Ну, а если захотели инкубаторских, то это уже 800, в два раза больше. А также нам они приносят коллекции меди, медвежью, волчью, следов, замков, потом, что еще, осеннее, костей, камней, эскимоса и викинга. И это все приносит наш простой, самый простой гусь. Ну, а вот племенной может принести еще нам крупицу белого золота или саморода белого золота. Помимо всего прочего. Ну, а вот племенной инкубаторский гусь. Ему надо всего 400 червячков для того, чтобы стать взрослым. Ну, это на 50 штучек, естественно. Ну, и само собой, разумеется, он тоже принесет нам в подарочек коллекций долгожданных. И добавок к самородкам он еще приносит крупицы золота, которые тоже мы иногда благополучно меняем на наши денюжки. Так, что я потерялась. А вот, со склада зашла. Вот это вот все, что я вам хотела рассказать. И на этом все. Пока-пока. Какой гусь вам больше надо, решайте сами. Ну, естественно, если вы будете много растить птичек, то проблемы с костями, а точнее с гвоздями, вас не будет. Все-все-все. До свидания.